Окунуться на один час в мир глухих предлагает музей в тишине. Его посетители учатся общаться жестами, понимать речь собеседника по движениям губ, а музыку телом. Многие сотрудники и сами носители тишины. Их приглашают на работу в тех городах, куда проект пребывает на гастроли. Для слабослышащих это как глоток свежего воздуха. Редкая, но приятная возможность быть понятыми и услышанными. Пригласить наша задача – посмотреть, как живут глухие, почувствовать себя глухими, чтобы они знали, как глухие живут, как им тяжело, чтобы они почувствовали, что глухие не слышат вообще. Чтобы попытаться понять ощущения таких людей, нужно на время изолировать себя от всех звуков. Тогда остальные чувства резко обостряются, хотя это и требует напряженной работы мозга. На самом деле одеваешь наушники, и ты понимаешь, что ты должен сфокусироваться на чем-то другом. На своем зрении, на впечатлении, включить фантазию свою. Да, это бывает очень сложно. Музей уже два года действует в Москве с гастролями. Проехал несколько городов. А теперь и пензенцам выпала возможность лучше понять людей с нарушениями слуха. Мы очень рады, что приехали в прекрасный город Пенза. Кстати, Пенза на жестовом языке будет вот так. Я это узнала совсем недавно. Это означает, что это спички. Понять носителей тишины не так уж сложно, говорят организаторы выставки. Но многие, встретив их, испытывают неловкость, отворачиваются. А ведь если не испугаться первого контакта, мир глухих может вознаградить уникальными эмоциями. Именно поэтому студентка Маргарита Буклина так дорожит своей дружбой со слабослышащей девушкой. Наверное, обидно, потому что она особо не танцует, ничего такого не занимается. Но что в ней очень здорово, что она замечает эмоции гораздо лучше, чем хорошо слышащие люди. И она очень тактильная. Она может утешить, если что-то не так. Возможность познакомиться с миром глухих у пензенцев еще есть. Музей пробудет в нашем городе до 4 декабря. Он разместился на базе Дома молодежи на улице Кирова.